Сейчас мы прошли турникеты и идем к Рязанскому училищу. Сегодня отмечают 100 лет. Здесь вот уже стоит бывший выпускник, очевидно, училищ. Собираются пенсионеры. Ну чего? Вот здесь фотографируются. Стоят курсанты по годам выпуска. Люди обнимаются. А где проходная? Проходная, КПП. Да, я вашу снайдерку и бумагу. Ребята, я хочу, что это около КПП. Вот, ребята, тоже сейчас проводим. Молодец, в стране и синих такой, около КПП. А, вы тут выходите? Ну, не забывайте. Тут народу уже полно. Ну давай тогда около КПП держаться. Смотри, года выпуска стоят. Года выпуска. Ага. Ну они своих тоже хотели. Смотри, 65-69 никого нет. Никого нет, да? Есть, да? Разошлись просто. Может еще не приехали. Нет, три человека-то ходил. А из штаба приехали? Не видели автобус? Пришел? Откуда? Из штаба. Там уж не уж интересуются. Вот оттуда, да, они? А, потому что по времени они сейчас выходят. Аманцы. Прежде всего, поздравляю всех из личный состав с юбилеем. С училищем многое связано и в нашей семье. Мой старший брат Геннадий является выпускником. Генерал-майор. Мой старший брат Александр, полковник ВДЖ, впервые в мире десантировался внутри боевые машины десанта, трижды в 73-м году. На многокопытной системе, в 75-м, на смешанной системе и в 76-м, на реактивной системе. Герой России. Спасибо большое. Позапрошлым годом училище окончил правду Маргелова. Сейчас служит на дальнем расстройке. Ну и то, что училище носит имя Маргелова, конечно, это тоже ко многому обязанно. За время, как отец ушел из жизни, я уже говорил это, ему установлено более 90 памятников в различных городах Советского Союза. В том числе в семи городах Украины. Пока мандеровцы не один из этих памятников не осквернили. Памятники самые разные. Различные авторские коллективы. Большой вклад вносит фонд «Аллея российской славы». По их инициативе установлено более 40-ка пенста памятников в различных городах наших. Этот памятник интересен тем, что большинство авторов как-то тоже красивые, хорошие памятники. Кстати, 1 августа мы в Москве на улице Маргелова открыли памятник присутствию министра обороны Сергея Леонидовича Шарькова. Больше как-то пшенели и не всегда динамечены. Здесь необычен памятник тем, прежде всего, что он живой. Вы видите, вот живого человека. Ну и то, что он в мундере, в мундере, тоже своеобразный. Поэтому я искренне признателен всем тем, кто участвовал в этом проекте. И, да, прежде всего, студия Грекова, конечно, и даже в Москве, в их памятник, и здесь. Вот большое спасибо. Низкий со мной. Спасибо. А что для вас, значит, какие эмоции вы ощущаете при открытии сегодня? Именно вот этого памятника, такого динамичного, без шинеля. Ну, ребят, ну какие эмоции? Может, отец таким с работы приходил всегда? Слез на глазах нету, но, конечно, эмоции повышены. А вы запомнили отца, каким похож он на этот образ? Ну, близко, вы всякие. То есть, трудно ведь передать вот то, что... Даже то, что он динамичен, вот движение его, но все равно... Вот таким я его не видел. И поэтому очень приятно, что сейчас я вижу вот такого отца. Спасибо, ребят. Спасибо вам. Спасибо вам. 20 октября не виделись. Мы 20 октября снимали. Я там фотоаппарат так и оставил, полку связи. А, да, да. Мы же фотографировались, я так и оставил фотоаппарат. Снимали, снимали, но фотографии не получилось. Все там осталось, до сих пор не нашел фотоаппарат. Да, то есть, вас проводили, то есть, там, много лет спели и все. Сто лет, дата, век. Что? Сто лет, я говорю, век, дата. Серьезная дата, то есть. Ну, это, понимаешь, условно, конечно. Ну, все условно, ну, ровесница. Если бы батя не перевел из Алматы в свое время десантное училище, не добился соединения, в 58-м году, да, объединили пехотное, рязанское и наше десантное. Вот с тех пор оно стало действительно то, что есть. Ну, да. А это 50 лет. Продолжение следует... Это зарубежье, чьи представители учились в стенах этого училища, с благодарностью вспоминают рязанскую землю и вспоминают те традиции и знания, которые они приобрели здесь, на рязанской земле. Удачно воплотив в себе три больших ручья, начиная от рязанских пехотных курсов, образованных в ноябре 18-го года, впоследствии ставшими рязанским пехотным училищем имени Ворошилова, Гуйбышевское воздушно-десантное училище, которое готовило офицерские кадры для уже воюющие воздушно-десантные войска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встретили в Екатеринбурге меня, в Самаре, в Жан Куманев, Виктор Николаевич. Виктор Стихи. У меня позывной был в Афганистане с самого начала, еще не было позывных, мы вошли первыми. Дали мне, я взял себе позывной Степаныч, по имени и отчеству, Валерий Степанович. И встретили меня друзья мои, боевые, с стихотворением такие. Главный сержант Никитин Денис Виталий. Ты помнишь, как афганам колесили Иран, Гордес, Кабу и Пакистан? Мы милости у Бога не просили, замок в себе повесив на уста. Идут года, мелькают лица странные, но навсегда живет в моей судьбе. И позывной парадзе Степаныч и 56-я душевая. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...